Молодёжь за безопасность. Название республиканской акции, которая проходила с 12 по 24 октября, себя оправдывает. Действительно, юные спасатели выступают за знания в любых чрезвычайных ситуациях, закрепляя участием в районном слёте свои умения и навыки. Районный слёт ЮСП проводится с детьми 12-16 лет. Принимает участие 24 команды учреждений образования Солигорского района. Возраст учащихся в команде 12-16 лет, состав команды 5 мальчиков, 5 девочек. Значит, данный слёт, он состоит из конкурсов. Программа слёта включала различные соревнования – конкурс спасения на водах, конкурс знатоков, конкурс оказания первой доврачебной помощи. В ходе мероприятий ребята продемонстрировали свои теоретические и практические знания. Уметь оказать первую помощь, не остаться равнодушным к чужой беде – основные задачи спасателей пожарных, утверждают участники слёта. Потому что эти знания могут пригодиться тебе в повседневной жизни. Ты сможешь в случае возникновения какого-то определенного инцидента быть непосредственным тем, кто поможет человеку в трудной ситуации. Знания преподавателей очень много дали. Вопросы были, конечно, не только по этим знаниям, были и другие. Например, как спасти утопающего, что делать в случае, если ты провалился под лёд, что делать в случае возникновения пожара. Ответы на эти вопросы ты знаешь? Конечно. Основная цель районного слёта – обучение детей правилам пожарной безопасности. Высокий уровень подготовки солигорских спасателей пожарных отметили и представители Минского областного управления МЧС. Солигорские дети, в принципе, данного региона, они из года в год участвуют в областных республиканских конкурсах различного направления. Это и школа безопасности, это и смотр детского творчества спасателей глазами детей, это и слёты, и соревнования спортивные. В принципе, Солигорский регион, он всегда находится на лидирующих позициях юных спасателей пожарных Минского областного отделения. На закрытии районного слёта юных спасателей пожарных состоялось общекомандное награждение. В рамках торжественного мероприятия победители получили кубки и дипломы. И самое ценное – знания, которые помогут в любой ситуации. Детям необходимо знать основы безопасности жизнедеятельности, так как это действительно очень увлекательно, и это нужно знать. Ну, я считаю, что у меня хороший уровень знаний, ну, по крайней мере, я в какой-либо ситуации, я знаю, что делать, то есть я не испугаюсь. Для этих конкурсов дети подготавливаются со своими учителями, и они получают знания, которые им помогут вести себя в экстренных ситуациях. Они могут спасти жизнь какого-нибудь человека. В рамках торжественного награждения победителей, а ими стали учащиеся из гимназии номер два, состоялось вручение более 30 членских билетов активистам, которые вступили в ряды молодёжной организации спасателей пожарных. Второе место заслуженно получили ребята из первой школы. Третье место разделили Долговская средняя школа и гимназия номер три.